Вечер добрый, друзья мои! Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2 версия 1.49. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу! Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я там же, где я закончил свою предыдущую серию, на этом же месте, на парковке. Коллеги тут по бокам меняются. Сегодня у нас среда, вечер. Вставал я на разгрузку на предыдущем траке, приехал вовремя, встал в час дня и меня только в шестом часу среды разгрузили и отдали документы. То есть разгрузить-то меня вовремя разгрузили, в понедельник, а я вот до среды ждал документы. Прикинь вообще! Ну вы сами тому свидетели, как только все эти супер кадры там с разгрузкой прошли, тыг-дым-тыг-дым, экспириенс получил, хлопал мне уже среда, блин. Вот такие, брат, дела. Это, так сказать, обратная медаль того, что вы зарабатываете лучше со своим прицепом, со своим траком, чем если бы вы ездили на наемных траках и, разумеется, на прицепе хозяина. Приехали, бросили все и до свидания, а в рот там компот, что там будет. Ну что ж, так, покажем карту все-таки, кто не смотрел предыдущую серию, где я нахожусь, Испания, Сан-Тадер. Вот мы тут очки, всю вот эту часть надо катать, но я поеду на восток. Вчера буквально вечером купил я в Стиме Западные Балканы, вот вы сами видите, тут все не катано, тут ездить не переездить. Ребята, а красотища-то уж сплошные горы, ты посмотри, какие дороги, магистрали тут. Тут капец, как красиво. Ну не сплошняком, конечно, горы, но горы там есть. Следующая Греция стоит. Но пока я думаю, даже я уверен на 100%, что до Нового года Греции не будет, в январе тоже не будет. Скорее всего Греция выйдет уже, наверное, в конце зимы. Тут тоже есть что сделать. Турция, Турция прям вообще вот следующая, Турция просится, мама не горюй. А, нет, после Турции будет Скандинавия вроде, да? Тоже вы такую инфу слышали? Вот смотри, Северная Скандинавия вся, Финляндия, Норвегия, Швеция, Финляндия. Вот это бы всю красоту сделать, е-мое. Ну заодно вот эту часть старую обновить. Так, ладно, все, погнали. Все вам показал, все рассказал, какие свои планы. Вечером сейчас я уже никуда не поеду. Посмотрю, какой груз будет интересный. Ну тоже груза беру желательно на один день, потому что куча траков есть, которые я хочу покатать. Вот такой вот симпатичный у меня. МАН 680 лошадиных сил, V8, 16-я коробка ZF, колесная формула 6 на 2. Вот такой раскрасавчик. Фургон из АТР, первая ось, как видите, подъемная. У трака оси нет подъемной оси. У него, по-моему, слушай. Так, подожди, а если мы, давай, залезем. У него второй мост или третий ведущий-то, а? О, так. Странно. А вот у него вот 6 на 2. А что заморачиваться, да? Взяли еще, или это проходной, что ли? Просто так вот. Давай, кто-то вылазит. Вот те, бабочки. Кто-то там лазит, скажи, под машиной, да? Там кто-нибудь смотрит сейчас. Че на какой хер лазит? Так, ладно, давай в машину садимся. Садимся, отдыхаем. Недавно только вот водитель подъехал, ей привез. О, металлик, смотри, да? И приехал на этом траке, забрал тот где-то минут 30 назад. Вот только что уехал. И этот трак с этим прицепом, вот в такой краске я его заказывал. Приволок мне его, забрал и приволок. Как-то ты так мгновенно, интересно, в кабину запрыгнул. На полусловие начал говорить, собрался садиться. И оп, и ты уже там. Так, все, я тягача уже настроил. Ну что, ждем утра. Сейчас посмотрю какие-то груза. И тоже затемно выезжать не буду, но его нафиг. Поедем по красоте, чтоб все светло было. Доброе ранее утро, други мои. Все, готов я в дорогу. Есть у меня груз, стал сегодня раненько, потому что вчера раненько байки лег. Так. Вон там ресторанчик, вон между стойкой зеркало, видите, вот в том доме, да, вчера. И там и те дни, которые отдыхал здесь. Там ходил, отдыхал, питался. Питался в ресторане, ну ты красавчик. Так, а вон тут магазинчик есть круглосуточный. Вон там, там можно позавтракать. Вот сходил, позавтракал. Пару хороших сэндвичей навернул таких. С копченой, с теми, там, с сыром. Еще попросил разогреть, такие болтами такие на меня смотрят. Вернее, там такие большие сэндвичи с соусом. Тут копченость такая сверху там. Сейчас опять кто-то скажет, взрослый мужик съесть всякую херню тут сочиняет. Это то, что я сегодня завтракал. Соус сливочный, чесночный, копчености бахнул. Сыр положил, ну это на завтрак, да. И в микроволновку. Вот это сегодня мой завтрак такой был. Так что вот как-то так. Ключ на старт. Хорошего пути. То есть, спасибо. Так, так, вот это пока. Так, четверг, пять утра, начало шестого. Так, ну я готов. Готов я в дорогу. Тепленько, шестнадцать. Ну свежо, свежо. Так, едем пока. Где-то рядышком тут загрузка. Приготовьтесь к повороту налево. На Корсикову поедем через Сардинию. Поверните налево. Ну тоже, в принципе, нормас. Почему нет? Почему нет? Да, только да. На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Поверните направо. Ага, да. Только хотел сказать, что... Эх, где-то тут направо. Мы прибыли. Конец пути. Так. Пошли забирать. У нас там йогурт, по-моему, где-то. Он семнадцать, что ли, должно быть, да? Так. Семнадцать тонн йогурт. Ну, а загрузят, как обычно, еще полтонны сверху накидают. Сука, цену выставляют за семнадцать тонн. Хитрожопые. Все хотят вот... Протрачали со своими документами. То у них сиеста, то у них хренеста, то у них еще что-нибудь. Два дня лишних, сука, стоял. Ну ладно, хоть еще загружают и документы отдают. Быстро. Ой, лучше ничего не говори, потому что ты что-нибудь ляпнешь, вот обязательно какая-то херня произойдет, наоборот. Сейчас, прикинь, такие два дня грузят такие. Нет, загрузка обычная норма сойдет. Да. Так. Не получится. Слишком далече. Потом столбик этот не снести. Так. А вот сейчас мне будет так вот по зеркалу, слушай, неудобно. Чего ты маешься? Так. Вот не вижу, не вижу, не вижу. Так, 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 так. Тихо, тихо. А вот сейчас уже перебор. Хорошо дворик позволяет, да? Первую эту, мать его, выписывать. Опа, 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 так. Так, выравниваемся. Опачки. Так, чтобы лишних вензелей не выписывать. Так, аккуратно, аккуратно. Ну да, настоящий профессионал. Конечно, по зеркалам должен заходить. Это мы тут диванные, мать, тервание за ногу, эксперты. Пытаемся тут о чем-то судить, рассуждать. Так, время, четверг, 5.19. Четверг, 5.19. Грузимся. Ну, загружают, да, вот, загружают быстро. Тут хоть как. Вот у нас получилось четверг 6.01. Вот, в начале... Приятной поездки. Так, сейчас, одну секунду, посмотрим, как же мы поедем. Так, Санта-Дерра. Поехали сюда, 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 сюда. Так, все южнее, восточнее. Барселона. Барселона. Сядос фальшивил. Так, тут мы вот таким вот вензелем заходим. Потом сразу же, тут же, этим же паромом пидуем сюда. На Корсику. Ну, сначала в Сардинию. В Сардинию заходим, в порт. И потом далее идем на Корсику. И едем на север. Корсики. Здесь загружаюсь, что у нас будет хренозад. Либо я через Италию пойду, смотря что. Может быть, в Италию какой-то груз, может быть, сюда. Сюда куда-то, вот по Европе, тут Францию зацепим. Либо сюда Италию. Ну, тоже желательно, конечно, вот на примерно... Ну, на один день. А там уже с паромами, это уже пофигу. Ну что, поехали. Он сказал, поехали. Ну, все равно, наверное, на две серии, слушай, придется писать. Так. Все? Готовы? Готовы. С Богом. Я тут не один. Иберийская рысь. За Испанию. За покорение Испании и Португалии. Так, у меня... Так, все, овось опущено. Раненько, поутру. Поверните налево. Так, налево. Немножко не очень удобно, да, вот? Вчера супруга увидела видео мое. Я еще на телефоне, на смартфоне включил. Там, где я, ну, по Америке, на Америке... На Кенверте ехал. W900 Highway Killer. Сейчас съедьте. Тут так-то на компьютере, да? Кажется, что у него лобаж. Узенькая амбразурка. А вы представьте, на смартфоне, как это еще. Ощущение-то и того. Круче получается. Она такая посмотрела. Так, как ты вообще едешь? Там еще капот метров пять торчит. Длиннющий такой, вон, насяра. Как ты вообще едешь на нем? Я еще показал, какой я прицеп взял. А там у меня, по-моему, прицеп был лоубой, да еще с дополнительными осями. Такой вообще, раз, красивый, четкий такой прицеп. Что-то там тащил технику какую-то. Как ты там едешь? Это же поворачивать надо. Это же надо по зеркалам смотреть. Я говорю, ты прикидываешь? Ладно, я говорю, в игре. Тут долбанул там кого-нибудь. Тебя тут никто не посадит. А в жизни, в реальной, я говорю, ты представляешь, как вот реальные мужики по Америке гоняют на таких тягачах? Ну, в реальной жизни, скажу я, гораздо лучше ты видишь их зеркала, потому что пропорции-то ведь совсем другие. Не такие, как сейчас. Вот я смотрю в это зеркало, влево это еще более-менее нормально видно. В реальной жизни в зеркала вот сидишь, смотришь, вот лучше видать, намного в разы. И правое зеркало ты смотришь, оно тоже нормально видно. Это здесь получается пропорция, соотношение к тебе, размер зеркал. Так, все, вышли на оперативный простор. Погнали. Блин, пока по городу крутил по кольцам, надо было хоть пару скрингов сделать. Ну, я поздал. Я поздумал. Так, давай кинуем, пока он еще в лобашном солнце светит. Смеются дети. Так, прямо-прямо. Я все равно с запасом, как всегда, иду, так что. Все хорошенько. Сейчас, по-моему, все по автобанчику мне предстоит лупить до Барселоны. Обожаем, когда вот так вот светит солнце. Ни шторки, ничего нет. Ребят, когда вы в ССС уже сделаете шторку, во всех траках всегда шторка слева, справа, забендить кнопочки. И раз, шторочку прикрыл немножко, чтобы она реально раз, от солнца закрылась. И все нормально, сразу тебе спереди хорошо видно. Все по красоте. Ну, так же, вот, как, допустим, от моста тень на тебя попадает, солнце закрывает. Ты же сразу перед собой хорошо все видишь. Не так вот, с лобашней засвеченной. Ох ты, Мостанг, той оперный театр. Красава. Едем прям совсем скромно. Прямо. Прямо, прямо. Что такое по-итальянской прямо? Держитесь правее. Как скажешь, дорогие мои. И с тобой по красоте иногда заведешь, как потерись, не матерись, не без тебя. Хрен по Европе проедешь тут. Спотеешь тут по знаком ориентироваться. Прикинь, как вот, скажем, 70-е года, 80-е, когда еще навигации не было. Люди же ездили по дорожным картам, делали себе маршрут такой, писали, допустим, да. Выезд такой, так, к примеру, изначально. Не так вот карту лихорадочно смотрели. Что там на знаке написано? Куда, блядь, съезжать надо? А сидели с дорожной картой. Ну, вы, ребята, тут пока соберетесь, я уже проеду. Сидели с картой, с атласом дорожным. Изучали маршрут, где-то, какого знака, куда ехать, номер выезда, заезда, проезда, переезда. Куда, что. Вот писали себе, как-то называется вот эта тема, когда тебе вот дорогу пишут, или ты ее сам пишешь. Ну, на листочке просто пишут. И потом уже соответственно. И потом уже по этому листочку уже едут. Так, о, в горку чуть-чуть поперли. Но у нас 680. Так. Вот слева у меня товарищ сейчас вот. Еще один. И этот разогнался. Ну, бывает. Ну, теперь гони, мальчики, гони. Там ивечка едет. Ивечка. Ну, тоже, видать, либо пустырем идет, либо это. У меня в хорошей комплектации тоже за 500 лошадей. Тоже, ну, почему тоже. У меня-то не то же. Так, прямо. Раз пропустил съезд в предыдущей серии. Ну, и хватанул объезда. А все равно с запасом, даже с запасом пришел. Пришел бы, наверное, может быть, на час. Там раньше во сколько я подъезжал и заезд просрал-то. Ругался. Красивые места. По Европе, конечно, попутешествовать. Только надо, даже, может быть, и не на своей машине, а лучше на доме на колесах. Взять там какой-нибудь Ducato. Мотерхом. Весь перед. Карту, чтобы в навигации была у тебя карта Европы со всеми точками, где можно отдохнуть, где на этом Ducato встать можно. Что есть интересного, посмотреть. Там все это сделано в навигации. Все эти меточки стоят давно. А также метки, где можно слить каналью, заправить воду, техническую, питьевую. Но питьевую можно и купить. А главное слить каналью. Если горшок, если бачочек канализационный будет полон, то, извините, будет швах. Панк бесканальный, и не туды, и не с воды. Хорошо идем. Почти соточка. Девяносто-сто. Нормально. О-о-о, Капицкий е-е-е. Налил себе чаю. Еду такой. Забыл его попить. Он у меня уже остыл. Чаю черного налил. Вчера на вечер супруга пошла с работы. Селедочку соленую, вкусненькую такая. Не сильно соленая такая. Я картошечку приготовил, пока там она по магазину ходила. Не-не-не-не. Вопреки тому, что вы сейчас подумали, никаких 100 грамм. Сегодня на работу, чтобы без запаха тут по работе. Не люблю с запахом на работу шататься. И вкусненько поужинали. Ну и потом началось. Через полчаса чай попили. Время спать надо ложиться. Время уже потом уже. А посля уже, да? После ужина. Надо уже ложиться спать. А мы в 11 часов. Блин, давай, говорит, еще по кружке. Я говорю, давай. Вон я бы селедку вечером, да как, на ночь дупить. Я говорю, ее надо на обед и в выходной день. И тогда уже можно запотевшую под нее доставать. Ну и так, культурненько посидеть. Красота, я. Ох ты. Как вот я в машине могу слышать вот эти нежные чириканьи. Как вот ты в машине едешь, а там нежно чирик, чирик на дереве тут сидит. Хрен-то там что услышишь. Нифига. Я представляю, как он чирикнул, если я на ходу шум шин, двигатель, ветер по кабине тут шарашит. Ну не в кабине, а все равно шум ветра есть, да? Шум воздуха. И я услышал это чириканье. Представляешь, если рядом, как он чирикнул тебе в ухо, а глох нахер. Так, прямо же? Прямо-прямо там съезд, вон ниже на карте. В сторону идет, нам прямо все. За этой козой надо наблюдать. Она мне его вчера завела под конец пути. Видите, как ты рыканье. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот, чуть-чуть-чуть. О, мерсик. Куда-куда-куда-куда-куда. Перестраивайся. Вот так вот. Видишь, ведь мне надо перестроиться. Вот начинают вот эти прыжки и ужимки вытворять. О, тут что-то ощущение такое, как будто тут пожарче, слушай, стало. Так, а что у нас погода? Это 27, да нифига, слушай. Это ощущение дает вот эта выжженная трава. Так, а время? Ну, всего лишь только полдесятого. На полдесятого 27. У нас на Урале так не бывает. Половина десятого, чтобы 27 градусов. Ну, нет, оно может, конечно, быть. Чтобы в 10 к 11 уже тридцатка была, это может. Тогда, если в 10 к 11 тридцатка на Урале лупит летом, в самую жаркую погоду, все, после обеда 35-37. И это гарантированно, если такая погода. А так обычно, даже в самые жаркие дни, где-то часам к 10, обычно температура у нас около Перми тут. где-то, да, до 25 градусов. 25-27, вот так вот, это с утра. Ну, если безветрие, то все. И надо вот, вот перестроился. Впереди есть место, бляха-муха. И он еще, в случае потрох, он еще передо мной оттормаживается. Нафига? Так, пока ты бочечкой разгонишься, тоже бутрячком хорошо идешь. О, классик. Таких уже в продаже нет. Вот один товарищ, мне комментарий вчера написал. Держитесь, лидея. Типа, нет никаких проблем откатиться назад и купить старый трак. Как ты себе это представляешь? У тебя профиль уже обновился. Допустим, вот до 1.49, вот сейчас. Профиль новый. А ты хочешь откатить, допустим, на 1.48. Профиль уже обновленный, со всеми обновлениями, которые вот прошли. Разработчик, который обновления предоставил. Все, он у тебя прокачался. Установились эти обновления, там, какие-то изменения, там, по блокам, к примеру. Там, по освещению. Исправление каких-то ошибок, там, еще там что-то. Как ты откатишь? Я ни разу не пробовал. Хотя, нет, слушай, я, по-моему, как-то по ошибке с более высоким профилем пошел вниз. Тоже что-то мне там надо было. Думаю, дай попробую. Но это давно было уже. Когда еще там 30-е все версии шли. И у меня хрена просто игра вылетает, и все. Невозможно, нет. Ну, кто еще в курсе, напишите свои комменты. Или напишите, товарищи, под предыдущим видосом у меня. В комментариях посмотрите. Он написал, говорит, нет никакой проблемы откатить назад. Нет, если это возможно, пожалуйста, напишите. Обновить игру, это вперед. Откатить назад, пожалуйста, и делай новый профиль. Этого сбора почему нет? С новым профилем, хоть на один, какая там у нас сейчас самая низкая, 1.35, 1.32. Самая низкая сейчас в списке стоит. Держитесь левее. Нифига вы там чирикаете. Вот, пожалуйста, откатывай на самую низкую версию. И делай новый профиль. И покупай все машины. Держитесь левее. Ну, если этот ты имел в виду, тогда да. Под новый профиль. А с этим профилем, который уже обновился, нельзя. Так не работает эта херой. Слушай, по автобанам тоже интересно катать, но иногда ночью интересно. Но все-таки что-то посмотреть, особенно вот эти красивые места. То, что было раньше Европа, центральная, Германия, старая еще версия, вообще нахер смотреть не на что. А вот эту часть Франция, Португалия, Испания сделают. Сейчас вон на Западные Балканы еду. Вот сейчас вообще красота, красотиш какая. Сейчас прям совсем отлично. Тут сейчас вообще растительность, толком нет. Ощущение, как будто тут все 35 должны. И вот тридцатка есть. Я педальку жму в пол. И этот товарищ так шустро идет. Нет, я все равно, конечно, обгоню. Так, давай-ка сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот только стоит на паузу выскочить. Скамейка лупит. Так, впереди стоянка будет сейчас. Время у нас уже к 11 часам. Так, давай-ка мы сейчас ускоримся, перестроимся. Так, по топливу у нас, господи, не вижу, потому что она нормальная. Не надо нам. Топлива нам до вечера хватит. Ну, в смысле, до конца рейса. Давай, судьба, рано встал. Сейчас будет стоянка впереди. Там заправка, и на отдых, и на обед встану. Там вроде как ничушная такая. Да и время уже к обеду. Да парома не дотерплю. Оголодаю. Карту посмотрел, вроде близко казалось. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Так, вот разъезд этот. После этого разъезда следующий заезд. Вот сюда. Направо. Держитесь левее. Угу. Держитесь левее. Не, подруга, мне сейчас направо. Вот сюда, на заправку. Так, заправляться манейбом. Поиск нового маршрута. Так, мне надо на парковку. Так. Двигайтесь прямо. Так, ну мне и надо прямо. Так, еще сюда можно вставать, да? А вот разметку. Вы бы еще как-то поярче нарисовали. Так, вот давай с коллегой рядышком встанем. Интересно. Интересно. Девки пляшут. Да не надо мне, блядь, сейчас скучать. Вот смотри, я заехал. Там машины так стоят. А мне выезжать как? Нет, я здесь, я вижу, я могу с наглой мордой прямо выехать. А вообще, когда куча машин стоит. Ну что, назад? Тращиться надо будет. Так, ладно. Такой херни страдать не будем. Выйдем вперед как напрямую. Делов-то точно. Ничего такого нет, можно проехать. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте, страницу Фейсбук. Там полно скринов по Евротрак, по Мерке, по СРУ в России. Всем... А, заходите, добавляйтесь. Всем спасибо, всем пока. О, как раз 12. До часа обеды. Увидимся. До новых волнующих. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!